Музыка 5 мая 2006 года при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике погиб Владимир Анатольевич Макаров. Это был крепкий деревенский парень, с детских лет приученный к физическому труду, прямолинейный, честный, жизнерадостный. Володя любил родной дом, родителей, свою бабушку, добросердечную и ласковую сестренку. Школа. Каким он был? Вспоминают учителя Южноплетневской школы и одноклассницы. Сегодня мы вспоминаем Макарова Владимира Анатольевича, учащегося в нашей школе. Я его не классная руководительница, но я его учила и биологии, и химии, и очень хорошо общалась с ним, и жили мы по соседству. Ну, как все мальчишки, конечно, он был очень шустрым таким, заводила в классе, класс у них был большой, дружный. С Ларисой Федоровной мы вместе проводили вечера, мой класс и их класс, поэтому, вспоминая о нем, конечно, вспоминаешь, как он смеялся, как он участвовал во всех этих мероприятиях. Проводили мы мероприятия, посвященные Дмитрию Ивановичу Манделееву, и вот здесь нам нужно было изобразить лошадь. Ну, кто изобразит лошадь лучше, чем Ловка Макаров? Естественно, они сделали голову лошади, попону лошади, и вот показывали лошадь, на которой ехал Дмитрий Иванович Манделеев. Понадобился нам шляпу, понадобилась шляпу припер из дома и тащил Ловка. Ну, он был спортсмен, участвовал во всех этих спортивных мероприятиях в школе и на район выезжал. Очень был такой парнишечек активный, очень активный во всех делах. Я вспоминаю еще, не до, не после, сколько я работаю лет в школе, я не помню, что так молодой человек увлекался своей внешностью. Он безупречно всегда выглядел, чисто очень, и у него всегда были очень хорошие мужские духи. Идешь по школе, его нет, но духами пахнет, значит, Ловка Макаров прошел только что недавно. Вот это всегда, прямо вот, от него благоуха вот этими духами, это я тоже помню хорошо. Очень интересная была парнишка. Друзей было у него много, и старшие мальчишки были. У меня сын намного старше его, но как-то они находили общий язык, они с соседями всегда общались. Закончив школу, он поступил учиться в техникум, и учился в техникуме. Общительный был очень такой, очень хороший мальчишечка был, значит, с девчонками дружил всегда, вот как-то любили они его, общались они с ним. Дружно, дружно такой класс был, когда вот выпускной был, значит, на последнем звонке, значит, ему доверили вот внести ученицу, подавала она последний звонок. Вот по фотографии видно, что он делал снежные рубашки, брючки отлажены, значит, ботиночки начищены. Очень был такой парень аккуратный. Как я уже говорила, был очень трудолюбивый, помогал родителям всегда. Люди мы по-соседству, поэтому я это знаю воочию. Лечит дрова, сено, скот, все это было на Владимире. С Владимиром я училась, ну, в школе училась, и росли, можно сказать, вместе с садика. Лет до восьми на улице жили, практически в соседях дружили. Ну, в школе класс был большой, дружный. Мы ссорились, конечно, но так по-детски. Голово у нас вспыльчивый, конечно, был, но всегда справедливый, серьезный. Ну, мы ставили сценки очень много, всем классом постановки делали. Мы всегда участвовали с нами, по всех, ходили в походы, участвовали в днях здоровьях. Шок, конечно, для нас был, когда мы узнали, что вот так получилось, что погиб уже, ждали домой. Жалко, что так получилось. Учеба в Тюмени, армия, биография молодого парня вполне укладываются в эти несколько строк. Военская часть базировалась в уральском городе Азбесте. В семейном альбоме множество фотографий с торжественного дня принятия присяги. Солдатский строй, строгие лица, все красиво, парадно, торжественно. Высокий, спортивный, дубносливый спецназовец Владимир Макаров не думал над тем, быть ли ему с друзьями в Чечне. Быть, так велело сердце русского солдата. В этом он видел солдатский долг, по-мужески, решительно оказавшись там, где трудно. Без него на земле весна И шапки долой, и рюмку до дна За этого пацана Был пацан, и нет пацана Без него на земле весна И шапки долой, и рюмку до дна За этого пацана А он матери так писал Ты же знаешь про все сама Сколько раз меня Бог спасал И до следующего письма И упал он за место нас Было малому двадцать лет Правда есть, но на этот раз Бог промедлил, а снайпы нет Был пацан, и нет пацана Без него на земле весна И шапки долой, и рюмку до дна За этого пацана Был пацан, и нет пацана Без него на земле весна И шапки долой, и рюмку до дна За этого пацана Равно за месяц до конца командировки Владимир погиб Лейтенант, сопровождавший груз 200 Рассказал по-военному кратко О том, как в Веденском районе Случилась эта беда При выполнении спецзадания Командир отряда Сержант Варапаев Наступил на мину растяжку Взрывная волна Унесла две жизни Сымарского паренька И Владимира Макарова Когда пришла страшная эта весть 5 мая 1936 года Ну, я не знаю, не было такого, наверное, человека В нашей деревне, который бы не плакал Все мы пошли, конечно, сразу же к ним в дом 5-го Ну, конечно, не изменить боли матери Естественно Привези его уже Где-то в середине мая Приехали военные С сынком С гробом 200 Тоже на похоронах были все Вся деревня была Все хоронили Макарова Бола Ну, и, конечно, вот сейчас Даже вот Каждый год 5-го мая В школе у нас проходит митинг Посвященный памяти Володе Тоже в этом году будет 14 лет Как его нет С нами Каждый раз Слезы на глазах Каждый раз Плачем Но мама с папой Конечно Вольно смотреть Как они переживают за него Нет у них сына В мае 2010 года Установлена Мемориальная доска В памяти выпускники Южно-Плетневской средней школы Владимиру Анатольевичу Макарову На металлическом покрытии Барелье Владимира Даты рождения и гибели И слова Пал смерчу храбрых Чеченской республики Посмертно награжден Орденом Мужества Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова